Мечты большого города. Они покупают в автосервисах баллоны для покраски машин. Там же берут насадки. За маркерами для тегов идут констовары. Сегодня они расписывают никому ненужную стену. Романтика с улиц никуда не исчезла. Очередное поколение красит свой город в свое настроение. Настроение монументальной живописи. Объемное урбанистическое граффити, которое часто принимают за вандализм. Вызов серости сделали и власти столицы. Ко дню города, 19-летию Астаны, дома прощаются с серой бетонной эстетикой. Единого мнения по поводу такого решения не существует. Кто-то считает, что яркие дома скрашивают ландшафт, предотвращают депрессии. Вот и здесь слой за слоем строители наносят краску, чтобы людям жилось и работалось ярче. На покраску этого дома, внешнего вида, мы потратили около 3,5 тонны краски. Общей сложности. Мы еще потратим около 500 килограммов краски этой же. И в итоге у нас уйдет на этот дом 4 тысячи килограммов краски. Красят стены не только ради благородства. Краска предотвращает дома от разрушений, влияния климатических условий, жары, дождя, мороза. И после хорошей работы пройти свежей кистью необходимо будет не раньше, чем через три года. Но так ли износа стоек разноцвет? Во дворах домов начинается настоящая газовая атака. Красят детские площадки, заборчики, скамейки, бордюры и все остальное. Бывает, что вся эта свежая красота долго и неприятно пахнет. Еще дольше сохнет. Иногда не сохнет вовсе. Та краска, которую использовали для заборов, не подошла сразу 40 детским площадкам России. Маркую экономию, закупщиками стройматериалов мамы долго не могли состирать с детской одеждой. Да и краска на руках малышей слабо поддавалась даже ацетону. Забор не только способ ограничения пространства. Очень важно придать ему достойный вид. Место, где вы будете устанавливать забор, как правило, очищают от растительности, уплотняют грунт, чтобы обеспечить ему хорошую устойчивость. Также необходимо покрасить забор специальной краской. Здравствуйте! В эфире программа «Осторожно импорт». И сегодня мы расскажем, какая краска и грунтовка выдержат и зной, и мороз, и используя которые, вам не придется перекрашивать свой забор каждый сезон. Краска – это, как правило, завершающий этап любого ремонта. И хороший строитель всегда говорит, нужно быть очень богатым, чтобы покупать некачественные краски. А опытный добавляет – покупать краски у непроверенного производителя. Всем известно, если в помещении после окрашивания царит запах так называемой свежести, то это запах химикатов, которые выделяет краска. Она обычно пахнет растворителем. Такой запах может на протяжении нескольких дней не выветриваться и очень сильно влиять на здоровье человека в период до полугода с момента окрашивания. Именно поэтому реализацией всех красок должны заниматься специализированные магазины. У нас на полках магазина 99% занимает отечественный производитель. По поводу токсичности – абсолютно краски безвредные. Все краски наших отечественных производителей, все заводы, у всех импортное оборудование, высококачественное сырье, проверенное всеми там НИИ-лабораториями Казахстана. Краски абсолютно безвредные, не имеют никаких паров. Лето для магазинов строительных материалов – горячая пара. Краски и грунтовки разбирают тут в удвоенном объеме. Но ведь часто можно столкнуться с лакокрасочным суррогатом. Надо, чтобы краска была такой, что не видно, что люди красили. Надо подойти к скамейке и даже не подумать о том, что она покрашена. Надо думать, что вот эта скамейка была такой всегда. Вот это вот критерий качества любой краски. Производители лакокрасочных материалов говорят, что ситуация вполне типична и легко объяснима. Объем некачественной краски в декоративном сегменте достигает, по разным оценкам, от трети до половины рынка. А часть производителей уверена, что до 80% продукта грешит несоответствием между составом, задекларированным на этикетке, и содержимым банки. Поэтому надписи на банках «не токсично, не пахнет, сохнет за час» не всегда соответствуют действительности. Для того, чтобы понять, действительно ли краска качественная, вы должны ознакомиться с ее характеристиками, в которых должны быть такие свойства, как паропроницаемость, водопроницаемость, защита от ультрафиолетовых излучений, расход краски. То есть все эти свойства должны соответствовать международным стандартам. На банках качественных красок всегда указана техническая спецификация краски, где вы можете ознакомиться с сроком службы краски, с расходом литр на метр квадратный, с износостойкостью, стойкостью к мытью и стиранию. Хороший показатель фасадной краски, к примеру, является ее способность выдерживать не менее 5000 циклов стирания мокрой щеткой. Ведь стены здания регулярно моют. Густота и однородность краски позволяют создавать на поверхности достаточно плотный слой, обеспечивающий защиты. Главное, что нужно учесть, это на какую поверхность вы будете наносить краску и какой результат вы хотите получить. Этот проект был создан в Астане по аналогии с японским садом камней. Никаких других предметов декора. Только камни, при работе с которыми краска имеет главную декоративную роль. Контактные экспонаты должны не только вызывать у нас нотки радости от эстетического удовольствия, но и служить городу своим внешним видом. Ландшафт в Астане – это дело сложное достаточно. И для того, чтобы долго ландшафт нас радовал, надо, чтобы и краска была долговечной. И, безусловно, качество жизни и качество краски должны быть на высоте. Желательно выбрать такую краску, которая не доставит хлопот клиенту и, по крайней мере, на пару-тройку лет избавит ее вообще от мысли, что нужно что-то делать и что-то снова красить. Из-за частых жалоб со стороны профессиональных строительных бригад производители подняли вопрос о том, что, возможно, скоро придется вводить понятие лакокрасочный продукт по аналогии с творожным или сырным продуктом. Их главный посыл – научить покупателей ориентироваться в существующих продуктах, делать выбор осознанно, не ожидая от банки за 200 тенге, экологической безопасности, идеального покрытия и уникальных защитных для металла, дерева или бетона свойств. Бешеные колоссальные деньги затрачиваются на защиту металла. Прозвести металл, а защитить его – это большая проблема. Поэтому она всегда стояла проблемой мировая, и она везде стоит. Поэтому мы создали этот вид продукции, который по своим свойствам очень уникальный. Это краски последнего поколения, четвертого поколения, которых по существу сейчас на территории бывшего СССР нет. Это и есть бережливое производство, когда на заводе считают не только свою выручку, но и учитывают плюсы для будущего покупателя. За 24 года, что работает завод, научные разработки его сотрудников позволили казахстанскому производителю создать стопроцентно отечественную краску, которая наносится практически на все виды материалов. Возможность наносить его даже на ржавую поверхность сделала его востребованным даже в Южной Корее после получения международного сертификата Лойда. У них та же самая задача стояла экологичность чистой продукции. Она без запаха практически. Пожаро-разрыва безопасна, нетоксична. Если присмотреться хорошо на солнце, то, видно, идет бурная реакция на металле. Идет пузырькование такое сильное, потому что в этой краске есть составляющие, в состав этой краски входит очень большая группа кислот, которые делают взаимодействие с металлом. И поэтому на краску наносится именно на ржавый металл. На любит ржавый металл очень сильно. И продает очень сильно высокие антикоррозированные свойства металлу. Также и на бетон. Хорошо защищает бетон, великолепная гидроизоляция. Тут у нас есть кипяток. Вот сейчас я его наливаю сюда. Вот он. Парит в руках. Я его наливаю в обыкновенную жидчиную банку, покрытую нашей краской. Полтора миллиметра. Видите, как я держу? Просто. Даже нету никакой скеплодачи. Эту универсальную краску активно используют в Астане в гражданском строительстве для теплоизоляции домов. В планах производителя увеличить объемы и наладить поставки во все регионы страны. Ведь такие отечественные разработки становятся не только доступнее, но и действительно качественнее. ОILMistas укрепли! Продолжение следует... Ох, doet eBay!